Лалуя! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Сегодня место из Священного Писания, фрагмент этот я обозначил уже здесь. «Бог воскресил Господа», написано «Воскресит и нас силою Своею». Это из 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Аллилуйя! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!» Что-то моих не вижу, подключившихся Наверное, чуть запоздали Ну ладно Вот Приветствую свою семью Даже если трансляция не получится подключиться То тогда уже, тогда в записи, тогда уже хорошо Вот, приветствую всех, кто подключился Светошалом, дети, любви, мирно Израиля Да уповать Израиль на Господа отныне и вовек Аминь Аминь, Алинуя Вот, сегодня всем доброе утро, святое утро Дети любви, как вот Света пишет, да Прекрасно вообще, мне так нравится Дети любви, да Мы дети любви Вот, и сегодня молитва за Израиль у нас В церкви, здесь в Киеве Проводится молитва В общем-то, для Украины Тоже судьбоносные дни Потому что идет, ну вот, такая предвыборная такая, да, вот и агитация, и выборы Первый тур, второй тур Хотя для Украины это не так, может быть, как-то и критически Потому что здесь не президентская форма правления А здесь в Украине парламентская, президентская получается Поэтому, значит, то, что внутристанно происходит, это больше касается власти парламента, чем президента Хотя, тоже, конечно, от личности президента много чего зависит Вот, но в Израиле сегодня и в Кнесет избираем, да, значит, избирают граждане Израиля Вот, и, значит, председатели правительства Да, поэтому для Израиля сегодня очень-очень важный день Вот, значит, выборы в Израиле всегда это очень судьбоносно Так что молимся сегодня за Израиль, за возрожденное еврейское государство За, действительно, Божье водительство, Божье чудо Вот, и сегодня у нас весь день эта молитва Вот, и с утра, прямо с утра начинаю эту молитву Вот, а касательно церкви, касательно, да, в Израиле верующие Разных конфессий, разных динаминаций Молятся, в том числе и православные христиане Молятся за Израиль, молимся за выборы Молимся за еврейский народ Духовное пробуждение еврейского народа И в Израиле сегодня, на самом деле, религиозная свобода, во-первых Да, это очень хорошо И много разных конфессий, много разных динаминаций И, наверное, так или иначе, но все, или практически все существующие там Ну, основные точно, значит, в христианстве течения В ветви христианства там в Израиле присутствуют Вот, и, конечно, да, многие церкви, многие конфессии, динаминации Там имеют свои представительства Или же даже такие огромные духовные центры Слава Богу Поэтому, действительно, Израиль Это возрожденное, да, еврейское государство Для христиан разная конфессия, разная динаминация Сегодня это тоже земля обетованная Да, слава Богу Шалом миру сим люды божи Молимся за Израиль Роман пишет, да, слава Богу Да, Роман Вот, и сегодня у нас Кто подключился Сейчас скажу, что у нас сегодня просто с утра И весь день Ну, со вчерашнего вечера даже началась еще Молитва за Израиль Вчера просто вечером трансляцию не сделал я Не было подключения Вот, но утром, пожалуйста, вот Слава Богу, все Имею возможность подключения делать Вот, и включаюсь У нас здесь, в нашей Киевской архипископии Так что, привет всем из Киева Благословляю всех вас Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Благословен Бог наш Благословен Господь Бог Царь Вселенной Царь всей Вселенной Благодарю тебя за жизнь и жизнь с избытком Благодарю тебя за великую честь Боже Аллилуйя Быть и называться детем Твоим Боже, чадом Твоим Возлюбленным Твоим Аллилуйя Спасибо тебе, Господь И мы действительно Как вот сестра писала Дети Твоей любви, Господь Дети любви Слава Тебе, Боже Всемогущий Этим добрым утром Обновляется милость Твоя Боже Всемогущий Благословляю сегодня Киев Благословляю сегодня Украину Благословляю сегодня всю нашу истрадавшуюся землю Божию Всю нашу планету истрадавшуюся Но, Господь, наипаче Сегодня молюсь за Израиль Молюсь за Иерусалим Молюсь за Израиль Боже Всемогущий В этот день выборов в Израиле Прошу Тебя, Господь Пусть под Твоим контролем будет, Господь, Боже Все И будет мирно Любовно И, Господи, пусть, Господь, действительно Те люди, что будут во главе сегодня Израиля Придут во власть Много новых людей, я так понимаю, Господь Но, Боже, пусть и те, кто и старые и новые люди Боже, будут ответственны за эту землю Которую действительно Ты особенно опекаешь Боже Всю нашу планету Ты держишь в своей руке, Господь Боже Но та земля, Господь Земля Израиля, Боже Согласно Библии мы видим Что она в эпицентре Твоего внимания Всегда, всегда Боже Всемогущий Благослови Благослови, Господь Благослови, Боже, народ Своим миром Боже Благослови сегодня Еврейский народ Благослови сегодня Всех граждан Израиля Голосующих Благослови сегодня Русских евреев Русскоязычных евреев Сделать правильный выбор Также Благослови, Господь Во имя Иисуса Христа Аллинуя Спасибо Тебе, Господь Благословен Царь наш Бог наш И молю Тебя, Господь За Израиль И также благословляю Молюсь Наипаче Особенным образом За всех Святых и верных Детей Твоих Там, Господь В Израиле Молю, Господь Тебя, Боже Ведь там действительно Там верующие Разные конфессии Разных динаминаций Молю Тебя за христианские Церкви Израиля Молю Тебя, Господь, Боже За православных христиан Там в Израиле Католических верующих За протестантских Различных очень Протестантских верующих Особо прошу Тебя, Господь О мессианском пробуждении Там, Господь, в Израиле Боже Все эти общины Церкви мессианские В Израиле Благослови, Господь Равинов Служителей всех Мессианских общин Благослови, Господь Во имя Иисуса Христа Боже Пусть, Господь Свершается Твое чудо, Господь Там, Боже, в Израиле Боже, как было в первом столетии Господь, Боже Пусть сегодня В двадцать первом столетии Боже Спустя два тысячелетия Вновь, Господь, Боже Эта земля Будет пробуждена Господь В мессианском Таком движении В мессианском служении Боже Пусть имя Иисуса Христа Воссияет в Израиле Господь Слава Тебе Оно Провозглашается Господь, Боже По всей земле А наипаче В Израиле Господь Слава Тебе Благослови, Господь Боже Всемогущий Благослови, Господь Власти и воинства Израиля Благослови, Господь Армию Израиля Обороны Израиля Пусть, Господь Действительно Будет Еще более Крепкой Армией Сильной Во имя Иисуса Христа Непобедимой Потому что Ты есть Скала Непобедимая Господь И Ты Благоставляющий Израиля Слава Тебе Благоставляя Всех Солдат Офицеров Армии Обороны Израиля Благослови, Господи Прямо сейчас Сегодня Боже Особенно в этот день Выборов Господь Боже Во имя Иисуса Христа Я знаю, что они Слият за безопасностью Но Боже Я знаю, что От Тебя Всякая безопасность Господь Боже В стране Слава Тебе Боже Всебогущий Благослови Благослови Тех, кто только Призывается Еще в армию Обороны Боже Пусть Господь Действительно Боже Над каждым Из них Каждый мальчик И девочка Господь Которые Боже Сейчас Входят В эту семью Армии Обороны Израиля Боже Пусть Господь Твоя Будет рука Над ними Господь Твоя защита Во имя Иисуса Христа Благослови Господь Боже Обезопас Господь Народ свой Боже Аллилуйя Слава Тебе Слава Тебе И хвала Благословен Бог наш Всегда Ныне Присна И во Веки Веков Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Царю Небесный Утешителю Дух Истины Ты Что Везде Пребываешь И все Собою Наполняешь Сокровищница Благ И Жизнеподателю Ты Пришел И Вселился В нас И Очистил Нас От Всякой Скверны И Ты Спас Благой Души Наши Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Слава Отцу Сыну Святому Духу Ныне Всегда И во Веки Веков Аминь Аллилуйя Слава Тебе Боже Благословен Ты Царь Наш Благословен господь аллилуйя аминь 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 аллилуйя аллилуйя слава тебе господи за воду аллилуйя да что-то нет подключения опять хорошо камера до пишет поэтому я с камеры потом все загружу в интернет поэтому друзья благословляю всех вас молитесь тоже и о материально-технической вот стороне моего служения господу вот пусть бог благословит во имя иисуса христа нужен компьютер новые новые современными спасибо тебе господь спасибо 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 благослови господи эту трансляцию сейчас боже и благоставляю всю эту техническую сторону этого служения моего господи благослови господь во имя иисуса христа это тебе служение по это твое служение господь благословен царь наш благословен господь аллилуйя благословен господь благословен царь вселенной всей аллилуйя благословен господь да братья и сейчас я здесь перезапущу просто вот но пока перезапускается тем, кто... А, вот, пошло, опять трансляция пошла, слава Богу. Я напоминаю место Писания, с которого начинал сегодня, которым хочу сейчас к причастию тоже сказать слово-то. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Павел пишет первое Коринфянам послание, 6-14. Бог воскресил Господа, имеется в виду, да, что Творец, Бог, небо и земли, Творец, Бог Авраама, Исаака, Израиля, воскресил Господа Иисуса Христа и Шоу-Машеха, Спасителя нашего Господа, воскресил из мертвых. И он написано, что воскресит и нас силою Своею. Знаете, я молюсь уже 16 лет больше, вот, по Иоанна 11-25. Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. Вот по этому месту Писания молюсь, да, уже чуть больше 16 лет. Вот это откровение имею в сердце своем и провозглашаю его. И вот, но сегодня вот хочу дополнить уже вот, иногда в других местах Писания перекликается эта же тема, да, и вот я, допустим, вспоминаю часто в молитве тоже в этой, о реформации, молясь, православной церкви в частности, да, о силе воскресения в православии, о воскресении православия как такового вообще, мирового, и вообще в мирового христианства, не только православие, конечно, потому что я не отделяю православие, да, значит, от всего христианства. Да, мы часть огромного древа христианства и православные ветви, древние, старые древние ветви православные, тоже часть древа церкви Божьей, царства Божьего, Иисуса Христа, царства, Аллилуйя. Вот, и, конечно, да, значит, здесь, в церкви, ветви разные, будем так говорить, нужны, ветви разные, важны. Вот, и все нужны и все важны, по-своему, каждая. И хотя православные ветви, на мой взгляд, так, может быть, субъективны, не знаю, но на мой взгляд, если брать в целом христианство, мировое христианство, да, то православные ветви наиболее проблематичные ветви в христианстве. Почему я делаю такой вывод? Да, мы старые, древние ветви, вот, одни из старейших в христианстве вообще ветвей, но при всем при этом, к сожалению, за полторы тысячелетние истории нашей, знаете, скажу, многие подзасохли. Высохли, засохли. И напоминают вот то, что пророк видел. Помните, в Библии написано, Израиль тоже переживал подобное в своей жизни, в своей истории, может, даже еще в большей степени, не знаю, но, короче, тоже он представлял из себя, Израиль, в духовном плане, в духовном мире, да, зрелище весьма печальное. Он был как будто бы засохшие кости, разбросанные, валялись по поверхности поля. Это ужасное зрелище апокалиптическое, знаете ли. И Бог сказал пророку, оживут ли кости сии. И, знаете ли, пророк, при всем уважении, он не мог ничего сказать другого, кроме как, ты знаешь, Господи. Потому что, какой бы он ни был верующий, сильно верующий человек, то, что Бог показал ему, это выше всякого человеческого понимания, разумения, выше всякой человеческой веры, выше всякого понимания. Потому что, как могут ожить эти кости? Весьма сухие, разбросанные, это не трупы просто недавно убитые, нет, это весьма сухие кости, разбросанные по поверхности поля. И тогда Бог показал ему знамение, такой потрясающий знак, воскрешение Израиля, как Израиль будет подниматься из мертвых, как весьма сухие кости, разбросанные по поверхности, когда слышали пророчество, слышали слово, эти кости, они стали двигаться кость с костью. Это было сильнейшее такое чудо, которое Бог показал пророку и показывает нам в Библии. И Израиль воскрес, и церковь воскресня, друзья. В своей истории Израиль переживал и смерть, и воскресение, и не единожды, друзья. Но сила воскресения Господа, сила Божьего воскресения, жизни Божьей, поднимает из могилы. Даже если народ Божий уже превратился в весьма сухие кости на поверхности разбросанной земли, Бог всемогущий, Он совершает чудо Свое. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И 16 лет тому назад, когда в 2003 году, весной 3-го года, я получил это откровение, что, да, через, конечно, происшествие такое, но не очень приятное, даже совсем неприятное, ДТП, гибель подростка, но затем воскресенье его, и очень быстрое его исцеление на протяжении 10-15 минут, пока везли его от места происшествия до королевца, до больницы. Вот, он был полностью исцелен. Сверхъестественное чудо, и даже врач скорой помощи по этому следователю в моем присутствии сказал, что это чертовщина какая-то, это не может быть просто. Вот, и действительно, знаете, вот, да, значит, а, забыл предупредить, да. Вот, здесь у меня технически небольшие неполадки, поэтому я извиняюсь, если запись прерывается, вот трансляция прерывается, есть запись на видеокамеру, поэтому я постараюсь вот выставить эту запись, чтобы, значит, можно было участвовать в служении в этом утренней молитве после уже завершения, правда, утренней молитвы. Пусть Бог благословит. Молитесь о материально-технической стороне, базе моего служения Господу, вот, реформаторского православного служения. Нужна студия вообще, не просто здесь вот на кухне, уголочек оборудовал я себе здесь, вот, а нужна студия, вот, и камера для трансляции хорошая, и, значит, ты все нужен, компьютер новый нужен, независающий этот. Вот, это тоже, слава Богу, все работает, но временами не работает, временами работают, временами не работают. Ну, надеюсь, что вы сейчас меня видите, потому что здесь все пока у меня висит. Вот, ну ладно. Благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Я, слава Богу, что вот на эту камеру записываю сейчас, и имею возможность как раз вот, что запись выставлять потом на канал Ютуба. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, о чем хочу сказать, что Израиль в своей истории, да, Библия рассказывается об этом, он напоминал в духовном плане весьма печальная такая, ну, картину такую печальную, весьма сухие кости, разбросанные по поверхности поля. Но Дух, Он Святой стал действовать, слова Божьи стали говориться, да, и поэтому наша сила и сила воскресения лишь в чем? Лишь в словах Божьих. Мы говорим слова Божьи, мы говорим слова Господние, да, и от Духа Святого мы говорим, вот, и кость с костями начинает сдвигаться, сближаться и соединяться, воссоединяться. Вот, потом обрастает все это плотью, кожей, вот, но все равно Дух Святой, Он и дальше продолжает свое деяние. Не только соединение, не только, вот, как бы восстановление, да, Дух дышит на этих убитых, и тогда встает в великое полчище. Прекрасный, сильнейший образ, и не только для Израиля. В молитве за Израиль сегодня мы тоже часто вспоминаем подобную вот эту картину. В молитве за Израиль сегодня у нас молитва, сегодня, напоминаю, кто, значит, смотрит, у нас молитва за Израиль, сегодня 9 апреля 19-го года, и выборы в Кнессет у нас, да, в Израиле, и, значит, и, значит, глава правительства. Избираем сегодня граждане Израиля, евреи, неевреи, верующие, неверующие, верующие разной конфессии, разной динаминации сегодня делают свой выбор. Вот я молю о том, Бога, чтобы даже, даже неверующие, даже люди нерелигиозные, неверующие, чтобы сделали все-таки правильный выбор. Знаете ли, чтобы Господь, Он, ведь Бог, Он всемогущий, Он, сердца человеческие в Его руках, сердца царей, и все-все-все сердца в Его руках на самом деле. Вот, и молюсь сегодня, чтобы планы врага, планы дьявола все были разрушены во имя Господа Иисуса Христа, чтобы царство тьмы было в очередной раз сегодня 9 апреля 2019 года, чтобы было поражено, постыжено во имя Иисуса Христа там в Израиле, в Иерусалиме, в частности в Израиле. Аллилуйя. Благоставляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, благоставляю сам Израиль сегодня во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. И молюсь сегодня за церковь. Молюсь за церковь, в частности, за православную церковь. Сегодня день молитвы за Израиль, но я верю, что Бог слышит нас сегодня и молящихся, и не только за Израиль, но и за церковь. За православие, в частности, молюсь. Я только вчера утром, в это время как раз я уже приехал, вчера в Киев с Кривого Рога. И в Кривом Роге проводил семинар, и все по-новому переживал, и в молитве, и в семинаре, рассказывая о многих наших православных проблемах. И по-человечески, знаете ли, я тоже, как реформатор православный, евангелист такой православный, я понимаю, что невозможна реформация. По-человечески невозможно. И чем дальше, тем старше становлюсь, тем больше понимаю, что это невозможно вообще. Но невозможным человеком возможно Богу. Богу же все возможно. И чем больше общаюсь с разными верующими, в частности, с православными традиционными, понимаю, что по-человечески, как мышление менять, менять, как изменить, невозможно. Тысячи священников мыслят категориями религиозного оккультизма, в мракобестии, в таком заблуждении, в таком метрополиты, епископы, священники, диаконы, монахи, монахини. Огромные системы, огромные структуры. И мертвы. Вот разговариваешь с братьями, казалось бы, со священниками, там, Московского патриархата, Киевского патриархата, Автокефальной церкви украинской. Здесь много разных православных церквей, вот, слава Богу, что в Украине свобода религиозная такая. И вот общаюсь, встречаюсь, ну, понимаю, что большинство из них весьма сухие кости, разбросанные по поверхности поля, весьма сухие. И по-человечески, как оживут эти кости сии. Я только одно могу говорить, Господи, Ты знаешь, Ты знаешь. И Он нам кое-что показывает людям, да, кое-что объясняет своим детям, рассказывает. И вот одно из тех таинств, которые Он объясняет нам, это таинство воскрешения. Таинство воскресения Господнего. Бог воскресил Господа, я напоминаю местописание 1 Коринфянам сегодня, когда, да, вот, провозглашал с утра. 6.14. Воскресит и нас силою Своею. Аллилуйя. Ну, и потом еще, дальше, потом еще, еще одно местописание, с этой же 6 главы обозначил я. Только самый конец уже 6 главы, там, 19 и 20 стихи, по-моему, да, если не ошибаюсь, да. Тела ваши суть храм, живущего в вас, святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему проставляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Которая суть Божия. И тело, и душа. Весь я с потрохами. Божий. Божий, Божий, Божий. И спасибо Господу за все. Спасибо. Вот. Сегодня вновь причащаюсь. Вот. Сегодня в причастии в этом хлебопреломлении я... Вот. У меня здесь чаша. Здесь у меня в Киеве такая чаша есть вот. Вот. Спасибо Господу за все. Благословен ты, царь. Вот. Сегодня у меня есть виноградный сок. Это еще криворожский. С кривого рога привез. С виноградников кривого рога. Вот так вот. Кривбаса. С виноградников кривбаса. Вот. И криворожский хлеб у меня здесь еще вот. Алли-ду-я. Кривбас. Кривбас, да. Название такое. Ну, Криворожский бассейн, да. Это понятно, но интересно звучит. Кривбас. Молюсь и за Кривбас. Молюсь и за Донбасс. Молюсь и... Вообще о духовном пробуждении Украины. Молюсь сегодня. И... Потому что в Украине тоже выборы. Второй тур будет скоро, да. Света пишет. Принимаю и для своей семьи это пророчество. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот. Заработала. Хорошо, что заработала. Я вижу ваши сообщения. Сейчас, слава Богу, прочитал то, что Светлана написала. Я так понимаю, вот только что. Значит, пророчество для семьи принимает тоже. Слава Богу. И действительно это так. Действительно это так. Это сила Слова Божьего. Ко всякому обстоятельству. К семьям нашим, да. Применимо. К финансам нашим. Вот тоже. Ну, ко всему нашему. К служениям нашим, да. Значит, Господу. Мы принимаем это пророчество. Действительно. Вот. И я молюсь в первую голову. Молюсь, конечно, за... Значит, Роман пишет, окей. Да, значит. Значит, перед тем написал он еще. Вот, значит. И я молюсь сегодня за Израиль. И молюсь сегодня за православную церковь. За православие в целом. Вот. И молюсь сегодня за всех вас, братья и сестры. Молюсь. А всех вас. Вот. И за всех друзей моих здесь в социальных сетях. Здесь на Фейсбуке у меня множество друзей. Тысячи друзей. Слава Богу. За всех их молюсь. Правда, есть разные друзья. Есть, которые вот... Еще не друзья Божьи, к сожалению. Еще вот на пути Господа. Но я верю, что Бог, спасающий Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. Аллилуйя. Спасибо Богу. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо Господу. Братья и сестры, сейчас благословляю вас. Молюсь. Вот. И молюсь молитвой перед причастием, перед хлебопреломлением. Аллилуйя. Снова там есть описание. Сейчас прочитаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Павел пишет, в конце 1 Коринфянам 6 глава, в самом конце 19-20 стихи. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, святаго духа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Как на Руси говорили раньше, храм божий обшит кожей, да? Или храм не из бревен, а храм из ребер, так говорили. То есть, вот, живой человек, храм божий. Храм живущего вас, святаго духа. Спасибо тебе, Господь. Что мое тело, это храм твой, храм святаго духа. Аллилуйя. Которого имеете вы от Бога. И вы не свои. Вот. Вопрос такой, не знаете ли? Да, знаю. Знак можно восклицание поставить уже, да. Ибо вы куплены дорогою ценою. Аллилуйя. Цена крови Христа. Цена пролитой крови Господа Иисуса Христа. Посему проставляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Да. Бог воскресил Господа. Выше написано в 14 стихе. Воскресит и нас силою Своею. Аллилуйя. Вот. И это слово тоже, да. И ко всякого рода обстоятельствам. Вот. И к нашим семьям, к нашим домам. Это слово сегодня к Израилю. Это в день выборов, да, в Израиле. Это слово сегодня к церкви. Это слово сегодня к православию. Вообще и ко всему мировому христианству. Слава Богу. Вот. А наипаче, конечно, к православию. Потому что молюсь о православии. Особенно. Это призвание мое. И я очень дорожу этим призванием. И благодарю Бога Всемогущего за это призвание. Спасибо, Господи, за все. Благословен Ты, Царь Вселенной. Благословен Ты, Бог Всемогущий. Благословен. Благословен Господь, Бог наш. Благодарю Тебя, Господь, за силу воскресения Твоего, Божия, действующий в нас. И что действительно за это благодарю, что тело мое – это храм Твоего Святаго Духа. Боже, я куплен великой ценой, драгоценной ценой. И об этой цене я размышляю каждый раз. Возьмите хлебушку сегодня себе тоже. Вот я беру хлебушек и размышляю. У меня виноградный сок здесь. Я размышляю. Плод виноградной лозы. Кровь винограда. Да, кровь виноградная сегодня у меня здесь. Но я говорю о крови Христа. Не просто о винограде земном. Слава Богу за виноградники земные. Но слава Богу за виноградник небесный. Слава Богу Всемогущему. Слава Богу за виноградари земных. Слава Богу за виноградаря небесного нашего. Слава Богу за лозы земные. Слава Богу за лозу небесную Мы веточки на этой лозе Благослови Господь виноградник сей Призри Господь с неба И благослови виноград сей И благослови виноградник этот Боже Ты лоза, а мы ветви в этом винограднике Твоем Боже, благодарю Тебя Бог Святой, Ты есть виноградарь наш Слава Тебе, слава Тебе и хвала Господь Боже, благословен Ты, Царь Вселенной Благословен Господь, Бог Святой Благословен Владыка наш, Отец наш Благодарю Тебя за кровь святую, завета вечного Да, братья и сестры, кто подключился Давайте совершим вместе это причастие Хлебопреломление Сейчас я вот здесь трансляция Надеюсь, что идет сейчас Потому что опять меня не видно Вроде как идет, да Вот, и давайте сделаем причастие вместе Причастимся к телу и крови Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа Возьмите себе хлебушка Налейте себе сок или просто даже воды Я часто, бывает, причастие просто делаю Вот какие-то сухарики, допустим, там, значит, и вода Вот, значит, где-нибудь Хоть в парке, хоть где Размышления о теле и крови Христа Я свершаю, и вот это и есть причастие Причастие – это качество не вина или хлеба Это качество нашей веры, нашего рассуждения О теле и крови Господа Иисуса Христа Размышляйте, рассуждайте Даже бесконтактно можно причащаться Божеского естества Каким образом? Размышлением нашим, благодарностью нашей, хвалой нашей Господу за неизреченный дар Его За спасение, за жизнь вечную Когда мы молимся, когда мы говорим о крови Христа О теле и крови Христа Когда молимся Вот то, совершается великое чудо, великое таинство Спасибо тебе, Господь Спасибо, 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 спасибо Причастники божеского естества За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя, Отец Мой Бог, мой Царь, мой Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой Господь мой, Царь мой Аллилуйя Брат мой, друг мой Аллилуйя Искупитель мой, Целитель мой Аллилуйя Благодарю О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все я благодарю Я Тебя, мой Бог, люблю Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарю За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твою За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Аллилуйя Аллилуйя Благодарю Тебя, Отец Мой Бог, мой Царь мой Бог Авраам и Исаак Израиля Аллилуйя Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой Господь мой, Царь мой Аллилуйя Благодарю О, Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все я благодарю Я Тебя, Господь, люблю Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарю Аллилуйя Спасибо, Господу, за все Спасибо, Господу Благоставляю всех, кто подключился сейчас Кто подключается И благоставляю всех вас, дорогие друзья Во имя Господне И прямо сейчас давайте совершим причастие Один на один с Господом Один на один перед Богом Причастие совершаем мы и в церкви В церкви В церквях Да, причастие совершаем в домах С родными, ближними Причастие совершаем Вот И вот так вот Онлайн даже Литургия онлайн Евхаристия Вот Евхаристия онлайн Да, так и есть Вот Самое главное В причастии Наше рассуждение Это О теле и крови Господа О теле и крови Господа Иисуса Христа О том, что Действительно Мы куплены Великой ценой Искуплены Величайшей ценой Во Вселенной Искуплены От суетной жизни Кровью Иисуса Христа Трансляция Не знаю, надеюсь Она идет сейчас Потому что у меня здесь Все зависло Но Есть видео Камера Поэтому, слава Богу Все Будет на видео Вот Но самое главное Не в том даже Кто сейчас видит Или только слышите меня Но Вы знаете Самое основное Самое главное Видеть и слышать Господа В этом Сейчас В причастии Вот Как Возьмите себе хлеба Немного Налейте Да, кусочек хлебушка Вот И немного воды налейте Или сок У меня сок виноградный есть Допустим Я вот пользуюсь Эти дни виноградным соком Теперь буду Вот И Самое главное Глазами Сердца своего Распахни глаза Сердца своего Распахни глаза Своего Сердца Своей души И услышь это Он сказал Что в сия чаше Есть новый завет В моей крови Что это моя кровь Нового завета Который за вас Проливается В оставлении грехов ваших Что тело Это Иисуса Христа Тело Хлебушек Это тело Иисуса Христа Воспоминаем Великую жертву Смерть Господню Возвещаем Доколь он придет И смерть Господню Возвещаем Знаете Действительно Провозглашаем Это смерть В первую очередь Я в своей жизни Это провозглашаю Что ранами Иисуса Христа Кровью Его Святой Моего спасителя Возлюбленного Я спасен Я прощен Я исцелен Благословлен Всеми благословениями Небес Вот Это и есть Провозглашение Тела и крови Господа Иисуса Это и есть Возвещение Смерти Господа Он умер Чтобы я жил Он умер За меня Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной Давший нам Хлеб Из земли Благодарю тебя За этот хлеб Наш насущный Из земли Который ты нам дал А наипаче Наипаче Благодарю тебя За Хлеб Сошедший С небес Хлеб Сошедший С небес За сына твоего Спасителя Моего Господа Иисуса Христа Благодарю тебя Мой Царь и Бог Благодарю тебя Господь Слава тебе Слава тебе И хвала Божий Всемогущий Благодарю тебя И благоставляю Великое имя Твое Ты царь вселенной Давший нам плод Виноградной лозы Благодарю тебя За виноградники Кривбаса Благодарю тебя Господь Боже За виноградники Украины Благодарю тебя За виноградники Израиля Благодарю тебя За виноградники По всему лицу земли Боже За эти лозы Земные Но наипаче благодарю Тебя за лозу небесную Благодарю Тебя за виноградник Твой Ты виноградарь наш Господь Ты Царь наш и Бог наш Слава Тебе Благодарю Тебя за великий виноградник И виноград сей Благодарю Тебя Мы Твой виноград Господь Мы Твой виноградник Божий всемогущий Благословен великий виноградарь наш Благословен Господь Бог наш Во имя Иисуса Христа Благоставен Ты Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе Силу воскресения Твоего Ты воскресил Господа, Бог мой Ты воскресишь и нас силою Своею Спасибо Тебе Аминь, аминь, аминь Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного Вкусите, аллилуйя, аминь 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 Спасибо Господь, спасибо Спасибо, спасибо Спасибо Святой Аминь 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 Спасибо 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 Спасибо, Боже. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за жизнь. Ты отдал свою жизнь за жизнь всего мира. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю Тебя за Твое исцеление, спасение, прощение, милость Твою, благословение Твое, обогащение. Боже, Ты обогатился, Боже. Ты обнищал, Боже, и обогатился. Ради нас, Господь, Боже, Ты сошел на эту землю, но Ты воскрес. Поистину. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Аминь. 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 Да, друзья, да. Братья и сестры, благоставляю всех вас, возлюбленные, всех причастников, причастниц. Поздравляю с причащением святых христовых тайн, тела и крови Господа нашего, Иисуса Христа. Благоставляю всех вас во имя Господне. Вот Роман написал здесь, в трансляции. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, что и трансляция совершилась. Вот. И за всех вас слава Богу. Благоставляю вас в этом дне, возлюбленные. На протяжении дня вспоминайте сегодня Израиль хорошо. В молитвах ваши поминайте. Сегодня выборы, напоминаю, в Израиле. И сегодня моя молитва, особенно за Израиль, за еврейский народ, за всех граждан Израиля сегодня, евреев, неевреев, за их правильный выбор во имя Иисуса Христа. Благоставляю. Аллилуйя. Молюсь за Украину. Благоставляю. Предстоящий второй тур выбора президента. Всех граждан Украины. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Да. В разных странах. Сегодня по всей земле такие переломные моменты происходят. Переломные такие события. Очень важные. Вот. И сегодня поэтому святым активизироваться в молитвах просто-напросто необходимо. Жизненно важно. Слава Богу. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева. С нашей Киевской архиепископии. Реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторское православное движение. Братство. Поминайте в ваших молитвах тоже. Братство обновленческое. Поминайте в ваших молитвах. Слава Богу. Упоминайте Израиль сегодня в молитвах ваших. Как по скриптам говорит тоже. Пусть Бог благословит. Все с Богом, друзья. С Богом. Аллилуйя.